Итак, ребят, всем привет! Сегодня в очередной раз общаемся с чатом GPT. И так, значит, ну, во-первых, чтобы общаться, нужен VPN и, значит, браузер, который называется Edge. Заходите на Microsoft Bing, выбирайте чат, и вот вы уже можете общаться. Значит, далее выбирайте стиль для беседы, творческий, сбалансированный или строгий. Ну и задавайте вопросы. Значит, я буду задавать вопросы о Яндекс.Алисе. О Яндекс.Алисе. Смотрите, он думает, реально занимает время Яндекс.Алиса, поиск Яндекс.Алиса. Это голосовой помощник, созданный в Яндексе. Она может помочь в поиске информации в интернете, включении музыки, управлении умным домом, многое другое. Кроме того, Алиса может быть использована в качестве голосовой помощника в Яндекс.Браузере. Друзья, так вот, для тех, кто не знает, чат GPT берет информацию не из головы, не какие-то свои умозаключения или выводы, а берет информацию из интернета. И вот они ссылочки. Первая ссылочка Яндекс.Алиса. Вторая ссылочка тоже Яндекс.Алиса. Третья ссылочка, это браузер Яндекса. Ну и Яндекс.Музыка тоже. Ну, короче, нету такого, чтобы чат GPT лично из своей головы, как бы, то есть он говорил свои проекции, да, то есть то, что у него есть в голове, он как бы осмысляет это все. Нет, он берет информацию из интернета. Ну и давайте спросим, я не знаю, значит, я даже не знаю, когда начнется мировой кризис, мировой финансовый, финансовый кризис. Надо было поставить знак вопроса, но я думаю, что ему хватит мозгов самому понять. Итак, давайте. И опять же, все будет, я думаю, в ссылках, прогнозируемый финансовый кризис. Сложная задача. Ну, он как раз вот на такие вопросы политические, либо прогнозов, он тоже ссылается на сайт, и видите, тут три сайта. Сложная задача не представляется возможным точно определить дату начала следующего кризиса. Однако, существует мнение экспертов о том, что экономический кризис, экономике грозит кризис столетия. В 2021 году МВФ предупредил о том, что в мировой экономике грозит новый спад в рекордно короткий срок. Есть также еще, друзья, значит, график падения кризиса. Короче, кризиса происходит, типа, в период 5 лет, типа, 2008 год, да, был, прошу прощения, 2008 год падения, а потом взлет через 5 лет, там, то где-то 2013, потом 2018, опять, ну, короче, как-то так, там, в течение 5 где-то лет или 10, я уже не понял. Так, значит, давайте спрошу, ну, давайте про компьютер, почему плохо работает компьютер и так далее, какую-то проблему, значит, расскажу о, как лечить отвал чипа на видеокарте. Тоже интересно, что он, как исправить или как вылечить, отличить отвал чипа. Отвал чипа на видеокарте может быть вызван у отличными причинами, такие как перегрев, механические повреждения и другое. Если чип отвалился, то его можно попытаться восстановить с помощью метода Рэболла, с использованием рабочего чипа. Однако рекомендуется обратиться специалисту для ремонта. Все правильно, кстати, сказал. Ну, можно, кстати, по старинке лечить утюгом либо феном. Вот видите, отвал чипа, вот он здесь, кстати, ролик, вставил несколько роликов, как определить отвал чипа. И вот такие помехи тоже являются причиной отвала чипа. Так, причем, какие данные, чтобы... Так, вот видите, еще YouTube предупреждает, что он собирает данные, мы используем файл, чтобы создать сервис год обеспечить работу. А давайте отклонимся, отклоняем. И вот он, отвал чипа, бабах, и все. И пока видеокарта. Пока, всем привет, было хорошо, было весело. Ну, вот так выглядит отвал чипа. Ну, или другое, просто артефакты на экране. Друзья, что еще спросить у чата GPT, я не знаю, честно. Вот почему, почему этой, этой весной так холодно? Так холодно этой весной. Причиной холодной весны может быть влияние атмосферных фронтов и циклонов. Ветер, видите, тут опять ссылка на сайт. Ветер и высокая влажность, и отсутствие солнца могут делать даже 5 градусов тепла неприятным явлением. Кроме того, наш организм привык к холоду и начинает запасать жир, как только морозы стучатся в окно. Вы видите, тут ссылки. Дзен, друзья, он делает ссылку даже на дзен. Ютуб. Ссылка на ютуб. Хотя тут фотострама.ру. Интересно, как он определяет, что информация, сказанная в дзене, значит, на сайте, на каком-нибудь вот фотострана или ютуб, что это истина в последней инстанции, что это правдивая информация. Потому что я, конечно, не понимаю, как он это делает. Я даже не знаю еще, что спрашивать, когда выйдет iOS, ну давайте iOS 17. Сейчас он быстренько выдаст, я думаю, что найдет правдивую информацию. Возможно, зайдет на сайт официальный, ожидает, что iOS 16 будет выпущена осенью 2023 года. То есть не так же долго осталось ждать. После презентации все разработчики получат доступ к бета-версии, которую можно будет скачать и установить, если у вас есть профиль разработчиков. Так, когда мой Xiaomi Redmi Note 8 Pro получит MIUI 13? А он уже никогда, скорее всего, не получит, потому что, потому, потому что, значит, уже не получил, уже никогда не получит. У него MIUI 12. Пока нет официальное заявление о том, что все правильно, о том, что получит MIUI 13. Однако на форумах можно найти сообщение от полис, которые утверждают, что уже получили обновление. Но это не точно. Как бы доказательств никаких нет. И вот он, ixbt.com, две ссылки на ixbt и miuirom.org. Ну, еще раз, эти сайты делают люди, у них есть конкретные авторы. И вот так вот. Друзья, давайте еще что-нибудь спросим. Со искусственным интеллектом общаемся. Значит, ты можешь нарисовать... Ты можешь нарисовать картину. Конкретно у него спрашиваю, и мне интересно. К сожалению, я не могу нарисовать картину, но я могу помочь вам найти информацию о рисовании картин. Блин, это немного странно, конечно. Искусственный интеллект, новая тема. Так. Так, что же еще спросить? Ну, а, друзья, ладно. Оставим. Короче, я вам все рассказал. Заходите, скачивайте в браузер Redshift, заходите на bing.com, подлепен, все будет работать. И заходите в чат на пинге. Вот. Вот здесь выбирайте чат с левой вверху. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока. До свидания.